Экипажи оперативно-тактической авиации Объединения ВВС и ПВО Южного военного округа проведут совместное учение с морской авиацией Черноморского флота. Учение пройдет в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Планируется, что летчики выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных комплексов по обеспечению безопасности в акватории Черного моря. Для выполнения поставленных задач экипажи уже совершили перебазирование на оперативные аэродромы. Новый температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений был зафиксирован накануне в российской столице. Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ поднялись до отметки 22,5 градусов. Жители Москвы и гости российской столицы решили воспользоваться солнечной и непривычно теплой для апреля погодой. Люди в большом количестве вышли гулять в парки и на набережные города. Впрочем, синоптики предупреждают, что аномально теплая и солнечная погода продержатся в столице недолго. Тысячи согревающих свечей зажгли на виноградниках Проспер-Муфо в Сент-Обене, Бургундия. К такой крайней мере виноградари прибегли из-за необычно холодной погоды, которая установилась в апреле в Центральной Европе. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, урожай винограда уже нанесен непоправимый урон. Министр сельского хозяйства Франции Жюлен Динарманди заявил, что весомая часть лозы уже успела замерзнуть, и в стране будет объявлена сельскохозяйственная катастрофа. В Южной Осетии, недалеко от села Бордженис, обнаружена скала, очертаниями напоминающая профиль президента России Владимира Путина. Помимо нерукотворного памятника природы, населенный пункт подарил истории артефакты древней кабанской культуры. Извояние, похожее на президента России, находится на горе, где проводились раскопки в 1960 году. И здесь нашли предметы, которые датируются вторым-третьим тысячелетиям до нашей эры, рассказал общественный деятель и местный житель Юрий Битеев. Вполне возможно, добавил общественник, что профиль Путина, высеченный самой природой, в случае уникальный. В связи с обнаружением необычной скалы, Юрий ожидает увеличения потока туристов в Южную Осетию. В Калининградском музее Мирового океана представили новую выставку «Сокровища контрабандистов». Экспонатами выставки стали конфискованные российской таможней предметы, связанные с браконьерством и торговлей редкими животными. На мультимедийных стендах представлена информация о жестоких способах добычи животных и их деревиатов. По словам пресс-секретаря Музея Мирового океана Екатерины Говоровой, выставка наглядно иллюстрирует склонность человечества к излишествам, мучению животных, варварскому уничтожению редких видов и демонстрирует уменьшение биоразнообразия на планете. Военный пенсионер Андрей Шляхов в Алматинской области Казахстана выхаживает пострадавших от рук человека диких животных. После выхода на пенсию, служивший на подводной лодке Шляхов на свои средства создал зоопарк для помощи животным «Сказки живой природы», куда стали привозить пострадавших от рук людей-животных. Тех зверей, кого удается вылечить Шляхов, выпускает в естественную среду. Причем на эти выпуски приглашаются дети, трудные подростки и устраиваются праздники. Сейчас в центре проживает около 150 подопечных. Среди них волкособы, дикобразы, беркуты, лань, фазаны и змеи.